Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем открытый разговор. И я отвечу ещё на один вопрос. Вопрос очень простой. Что же выбрать для начинающего подводного оператора? Какую камеру предпочесть? Перед этим мы обсуждали тему, как сделать правильный выбор для подводной съёмки, и какой способ вашего развития для этого выбрать. Кто не смотрел, посмотрите это видео. В продолжении этой темы, что же взять? Если вы действительно хотите стать подводным оператором, вам нужно понять, для чего вы это делаете. Потому что, когда вы возьмёте какой-то дешёвый, ну уж совсем дешёвый аппарат, а может быть и не совсем дешёвый, но при этом не поймёте, что с ним делать, вы можете очень сильно разочароваться в подводной съёмке и так и не понять всю красоту и прелесть того подводного мира, о котором нам рассказывал Жак Эв Кусто. Так вот, для того, чтобы эту красоту увидеть, и увидеть её уже в другом качестве, для начала нужно потренироваться, наверное, просто на суше и начать видеть красоту здесь. То есть взять камеру и попробовать увидеть эту красоту вокруг себя. В мелочах. И поверьте мне, когда вы попадёте под воду и начнёте снимать там действительно какие-то красивые вещи, которые вы начнёте видеть через камеру, после этого вам захочется снимать ещё и ещё. Вы начнёте развиваться и начнёте продвигаться. Та же самая история происходит с дайверами, которые учатся в бассейне или те, которые начинают учиться сразу в открытом море. Ну, не совсем в открытом, но с берега. То есть те, которые учатся в море, они сразу видят ту красоту. Они понимают, зачем им дайвинг, они понимают, зачем им идти под воду и получают от этого эстетическое удовольствие. Поэтому, если вы действительно хотите снимать под водой и вы только решили начать, не обязательно тратить большие деньги. Возьмите себе камеру, у которой есть возможность управлять основными функциями этой камеры. Пусть будет это даже мыльница в пластиковом боксе. Но она даст вам возможность понять действительно, что можно снимать под водой красиво. А дальше уже для своего развития вы можете приобретать более дорогие подводные боксы с профессиональными, допустим, или полупрофессиональными камерами. Для тех, кто уже сразу определился с тем, что он действительно хочет развиваться и ему это нравится, то есть снимать, и они уже купили, допустим, камеру дорогую, советую выбрать, конечно, хороший, качественный подводный бокс. Не экономьте. Ваша экономия может стоить вам больших денег, утопленных камер и разочарование не только в подводной съемке, но и разочарование, когда вы наснимаете много-много материала, допустим, то есть вы не успели его слить, и ваша камера при этом утонула вместе с дешевым боксом. Это очень неприятно. Так что не экономьте, не разменивайтесь на мелочах. На сегодня всё. И до новых встреч.